Всем привет, как обычно я продолжаю заниматься самым азохизмом, точнее просто мазохизмом, да, и короче, сегодня мы потестим ребята АК-47, но прикол в том, что если мы посмотрим на характеристики, у него множитель 6 в голову, это значит, что с него будет ваншот, и это как бы не может не радовать, то есть у меня хотя бы будут шансы хоть какие-то, да, убить оппонента, поэтому мне это радует. Сейчас мы, ребятки, поиграем одно мясо, а потом уже пойдем по крейтерам, потому что все-таки мне интересно, сколько это оружие у воина, я, кстати, сразу уже покажу моды, моды, как обычно у меня какие, правильно, белые, потому что, прикиньте, мод, который уникальный, стоит 3000, это адекватно, то есть мод 3000 на коллаж 47, ну то есть это оружие можно воспринимать так, что с ним можно играть по фану, ну сука, ну никак не 3000 должен стоить мод на него, это очень странно, но возможно такой мод сделан для того, ну сделан потому, что как бы есть ваншот в голову, скорее всего, иначе бы, там, мод вообще стоил бы копейки. Кстати, вроде мясо нормально, по идее коллаж себе должен показать хорошо, опять же, главное попадать в голову, потому что ваншот в голову есть, тем более в упорах, поэтому тут зависит конкретно все от моей стилибы и, наверное, везения, то есть моя задача, вот я даже, знаете, я думаю, что в единицу я точно должен сыграть, то есть с коллажом я там кд 0.5 планировал сыграть плюс-минус, тут будто бы я даже в единицу могу позволить сыграть ближе к единице, нежели к кд 0.5, потому что пушка реально позволяет, реально позволяет очень хорошо отыгрывать, как по мне. А сейчас важная информация для тех, кто хочет вернуться в игру, либо же начать играть в Warface. Сейчас в Warface проходят невероятнейшие события, дикие тропики, благодаря которому вы можете забрать себе на аккаунт буквально за 1000-1500 рублей весь метовый донат. Что нужно для этого сделать? Первым делом регистрируйтесь по моей ссылочке в описании, благодаря регистрации, по которой вы получаете классную броневую ангард, а также кучу донатного оружия абсолютно на каждый класс. И самое важное, вы получаете бонус x2 к первому пополнению счета, то есть, например, закинули 1000 рублей, получили аж 4000 кредитов вместо 2000 обещанных. Дальше заходим на аккаунт, переходим в события, черный рынок, валюта событий и видим, что мы можем купить 5000 монет черного рынка за 2100 кредитов. Дальше пополняйте счет буквально на 1000 рублей и получайте на аккаунт там более 4000 кредитов. На те кредиты, которые нам придут, мы покупаем 10 тысяч монет черного рынка. Далее идем сюда и забираем все бесплатные награды. И делаем прокруты. Очень важно забирать именно бесплатные награды и совершать прокруты. Таким образом, вы получите 3 метовых доната, а то и больше, опять же, зависит от вашей удачи. А именно, Кубэ, Зет, Кинетикс пистолет, Браунинг на Медика, МакПул на Инженера и, конечно же, Астарту на Снайпера. Ссылочка в описании, ребята. Всем приятного просмотра. Уй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Это было очень плохо. Ну да, тяжело, задача не особо приятная, чтобы в голову стрелять, не особо располагаясь вы по головам. И каждую очередь, я уже вижу, тяжело именно с точки зрения мувмента там правильно распикивать, потому что, блин, пушка очень сильно плохо себя ведёт в прыжках. Уф, уф, ребята. Это вообще неплохо было. Хадшот был просто здравый. Опять, не помню, оншот голый был, да, с первой пулей? Или мне показалось, возможно? Мне оншот голый, кстати, опять был по штурмовику. Не понимаю, как-то он через раз ваншотит. М-м-м-м, ну медик. Ну ладно, это слишком далеко. Я уже борзеть не ваншот в голову, да, а в парню ваншот в голову. По штурмовикам, к сожалению, это очень грустно. Чё, выходи, выходи, брат, надо тапнуть. Да, по медикам ваншот в голову есть. Ну, короче, да. По медикам ваншот в голову есть, по штурмовикам я так полагаю, что нет. К сожалению. Митин, ты откуда выполз, родной? Да, вовх убил дурачков. Ну да, пока к себе на первом месте, ну, ребят, фиксируйте. Пока как бы всё вообще, можно сказать, неплохо. А что ты, голова? Приятненько. Инженер и в спину, блин. Завайте, я бы ещё одного сделал. Ну, в прыжках, да, вот он ужасен. То есть, он просто ужасен. Надо чисто подкаты использовать. Только используешь подкаты, только... Ой, что я сделал сейчас? Что я чуть не заруинил момент себе сам. Только подкаты, только в стоячем положении стреляешь. Тогда, да, тогда ты можешь добиться успеха. Иначе, конечно, тяжело. Ну да, и отдача, блин, как тяжело делать переводки. Ну, моды нужно 100%, без модов как-то, блин. Оружие совершенно другого уровня. Нежели с модами. Ну, блин, я хотел перевестись, но не пау, не пау, не пау. Куршак, мозголом? Это будет вообще прикол. Блин, почти мозголом, прикиньте, буддал. Офигеть, с калаша на мясе. Это было вообще мега прикол. Ха! Ну, просто все украли. Ну, мы начали красть, я первое место аж потерял до этого. Киль. Ну, играл в КД полтора, пацаны, уже в единичку подхожу потихоньку. Ну, тяжело, тяжело. Ой, 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 шаньки. Вот это был жесткий переводочка, видели? Мозголом почти второго. Ой, почти мозголом. Видели, пацаны? Жесть. Ну, два кружака я сделал, и почти два потенциального мозголома. Ну, это жестко. По итогу я занял второе место, ребят, 800 очков. Первое место 9800. Но, как бы, слушайте, у меня очень много хатшотов. Я думаю, я буду хатшотов 35, точно есть и 40. Давайте сейчас посмотрим в статую, как выгрузимся. Опять же, мясо, ребят, сложно, так как это со мной аккаунт. Было бы, там, с ВНК было бы, конечно, все получше. 37 хатшотов, то есть я три раза всего лишь не убил в голову. Это прям очень хороший результат. Ну, конечно, тяжело против новых дробовиков, против остыкашников. Очень тяжело играть. Но, опять же, это мясорубка прям самых топов. Поэтому да, поэтому да, ребятки. Ну, что ж, давайте потихонечку продвигаться на РМ. Какой же сейчас будет отсос на мастерах? Сразу, ребята, извиняюсь, кому я буду руить. На самом деле, я не думаю, что я буду прям сильно руить, потому что все-таки у этого оружия хотя бы есть ваншот в голову. Блин, это радует. Это 100% радует, потому что... Ну, без ваншота в голову прям совсем всем тяжко играть. Но тут есть ваншот в голову, поэтому это вдвойне приятно, честно говоря. Прям вдвойне приятно. Еще, блин, конечно, мне очень нравится прицел у Калаша. Прям он супер классный. Ты знаете, у АК-47 у него прицел очень похож на прицел у Сига МПХ. Поняли, да, о чем речь? То есть, будто бы прям, ну, неплохо можно с него бахать. Поэтому, ладно, еще ждем, пока загрузимся в каточку. А там уже продолжим. Ну, карта, кстати, мечты попалась. На самом деле, я думаю, что можно даже прям хорошо на ней сыграть за штрой века, потому что, ну, она такая. Типа, ну, можно, короче, можно. Главное, саппортить, накидывать гранатки. Блин, конечно, жалко, жалко, что нету этого. Жалко, что нету... А, у меня гранат нет, у меня же я штурмал. Жалко, даже гранатами не много. То есть, вообще, будет со руина. Короче, просто стоим тут и ждем спину. Наша задача просто... Я спину возьму, братан, может быть, шапунту играть. Интересно, лошак вам будет? Маншот гол, вот, кстати, вопрос, мечты. Так, есть фраг. Мы не торопимся, чуваки, мы не торопимся, мы играем максимально на коман... Я обосрался, что она широкая. Но я так понимаю, я сейчас не шотнул штурмовика в голову. Или мне показалось. Может быть, я не шотчу штурмовиков в голову, при этом шотчу остальные классы, либо мне как-то в шею ревнулось. Но ничего, обидно, обидно. Нормально. Короче, ладно, задача просто попадать в голову и, ну, так сказать, навязывать борьбу, правильно? Потому что без борьбы, как бы, тяжело. Пацаны, я не знаю, я... Рез, рез, пацаны, да. Кого есть, пацаны? Не знаю, я вроде даже завожу интрифраги. Чё-то команда меня не поддерживает максимально. Надо бомбу ставить. Когоресу? Ребят, вы не обессудьте, я буду периодически с пистолетом встать, потому что без пистолета прям совсем тяжело, честно говоря. Арка? Найс, ну пока, ребят, я дал интрифраг. Мы зашли в плен. Слушайте, я, по-моему, вообще справляюсь на 5 с плюсом. Не знаю, у меня придёт уверенность, что я реально могу убить голову. Я опять дал интрифраг. Ребят, справа. Хае, хаедать, 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 хаедать. Хаедать, 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 хаедать. Зафризила игра немного. Ну, ребят, ну чё мы, чё мы заливаем, я не понимаю. Зачем вы по одному играете? Ну, на самом деле, вот реально, команда сделает фигню. Мы, на самом деле, 4 в 2, идти выпадом, упекаются, умирают. Мы остались в планете против Соло Меда. Против Соло Меда типы стоят в планете и открываются по одному. Потом они делятся. А чё это мы проигрываем, блин, реально? Ихриспавик, ихриспавик, ребятки, хриспавик. Блин, я думал, я забыть себя в бочку не врезался. Справа, 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 упор. Братан, доиграть. Доиграть, брат! Найс. Блин, я из-за того, что я врезался в бочку, я типа не смог замылиться на левую, поэтому попал, я как дурак просто встрял. Ладно, чё, нормально, да, да. Мериквей, пацан. Конечно, попробуем, что это оружие сможет показать сверхов, потому что, что, правильно, потому что мне интересно. Давай, сейчас ещё что-то сделаем. Сейчас ещё поставим по приколу вот такой прицел, вот такой, оп. И попробуем сейчас вот с ним пострелять. У меня слишком большая отдача нереально. Сейчас немного отойдём, немного отойдём. За красным! А в чём смысл ты стоишь-то, гад, там? Живер стоит, что чекает, что он чекает? Что чекает, парень, непонятно мне это немного. Та, второй этаж. Как же меня напрягает, что нету инфы вообще ни по кому. Не торопись, инженер, пожалуйста. А чё ты не сказал, что он двойных, братан? Скажи двойные, я думал, он в планте. Он под кв с двойки пушит ста, и у тебя на двойке щёлка в упоре. Ну, блядь, ну я не понимаю, люди. Ничего не понимают, к сожалению. Началось всё так красиво, а заканчивается, как обычно, за упокой. Нормально. Надеюсь, он выиграет. Он лёгчайший, у него все трупы. Бомба справа. Настя, всё, 3 в 1. Хорошо, я спокойный. Я доволен, невероятно доволен. Настя, хорош, Настя, жёсткий, 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 жёсткий. Пока 3,9 мой счёт, но я умер 6 раз за раунд, потом бывает всё. Бомба потеряна. Бомба взятая. Бомба потеряна. Опотка 50, 50 опотка инженер. Настя, хорош. Ну, 80 дал, в целом неплохой саппорт. Наш верх, наш верх. Странно, что надо чекать. Наш верх можно мерить. АВИК, конечно, вот этот люрк АВИК, это, это сильно, это, это гений. Гений мысли. Найс, ребят, хорошо, нормально. Слушайте, начал 3-2 счётом, закончил 3-10. Не полохай. У меня спина, ребят. Уф. Это было очень жёстко, чуваки. Увидите, как я его убил? Просто жесть. Найс. Как же я сейчас жёстко убил штурмовика. Это вы видели, чуваки? Просто я ему тапнул, можно сказать. Я верил, это жёстко. Какая будет, какая будет. Какая будет. Ещё пор. Наш, ещё, пермь, 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 пермь. Найс, лютый, спасибо за игру. Ну, вообще, ну, красота. Не, ну, конечно, с 47-м уже приятнее играть, чем с АК-103. Потому что есть маршрут в голову. У тебя есть, как бы, надежда на то, что ты сможешь, там, тапнуть кого-то и так далее в этих ситуациях. А если ещё плюсом, прикиньте, если ещё открыть мод на 47-й, в плане, там, вот, который и добавляет темпа, то вообще песня будет, как будто. Поэтому, блин, я не знаю. Мне безумно понравилось. Честно, безумно понравилось. Я, конечно, я сыграл не очень, но, опять же, я умер в одном раунде 4 раза. Поэтому, в целом, можно сказать, что я сыграл 5 на 7. Ну, типа, в целом, около единички моего КД. И, опять же, я не руинил. Опять же, вы сами видели, я открывал плунты, забирал спину. То есть, мои действия были, ну, типа, нормальные. В плане, я никогда не руинил, там, игру и так далее. Ну, слушайте, нормально. Победа есть победа. Ну, слушайте, не, прикольно, на самом деле. Вот, думаю, вот, если мод уникальный, поставить вот это, да. Темп с любви минус отдача, минус 10 урона. Либо вот... А, во, можно поставить урон и дальность. Слушайте, а это прикольно. Темп с любви гасится, потом еще добавить дальность. То есть, с прицелем можно поставить. Либо какой-нибудь темп. Ну, темп подачу сильно гасит. Вот, наверное. Ну, короче, можно будет поиграться с модами и сделать из холоша конфетку играбельную. То есть, тем более, там, до алмаз... Да, даже на алмазах можно всем спокойно развалить. Опять же, главное, что наншот в голову есть. Потому что наншот в голову, по факту, дает очень много и очень сильно развязывает руки. Ладно, ребят, всем огромное спасибо за просмотр. Спасибо, что смотрели видос до конца. Как посмотрел, ребят, огромное спасибо. Всем хорошего настроения. Всем пока.